Вот какое у вас любимое время года? Наверняка каждому из нас задавали такой вопрос. И вспомните, что и как мы отвечали на него. Вспоминая себя, когда мне задавался такой вопрос, через несколько мгновений обдумываний я отвечал, лето, конечно. Но спустя некоторое время я подумал, а в принципе и весна хороша, появляется новая энергия, новые жизненные силы, что-то сделать, природа просыпается, травка зеленеет, солнышко блюстит, ну и все подобное. А потом и очень в принципе хороша, а про зиму и вообще говорить нечего, там куча плюсов. В общем, трудно было сделать выбор. Но если сейчас мне задать этот вопрос, я точно отвечу. Мое любимое время года это осень. И даже могу немножечко уточнить, октябрь, как сейчас. Но почему мое мнение поменялось, и почему я смог сделать однозначный выбор. Сегодня я хочу рассказать, как мы принимаем те или иные решения, и что влияет на то, чтобы мы сделали тот или другой выбор. Поехали! Но начнем с самого начала видео. Почему именно октябрь? Последние несколько лет, именно в октябре у меня случаются очень крутые, запоминающиеся поездки. Меня приглашают на интересные мероприятия. И вообще, именно в октябре у меня получается то, что я провожу самое лучшее свое время. То есть провожу время так, как мне запомнится еще на целый год и на несколько лет вперед. Ну и вообще, достаточно вспомнить то ощущение, когда еще тепло, но появляется вот этот вот осенний холодок. А с другой стороны, этот холодок, это же лето кончается, начинается холодная зимняя пора. Сказал бы я, несколько лет назад. Но это несколько лет назад. То есть, понимаете, все вот эти вот мероприятия, все события, которые происходили со мной в октябре на протяжении нескольких последних лет, они оживляют вот эти вот воспоминания о тех хороших моментах. И вся вот эта вот погода, желчащие листья, холодок, ветерок, все это оживляет вот эти вот воспоминания. И поэтому октябрь для меня, например, сейчас становится одним из самых любимых месяцев. И осень, естественно, самым любимым временем года. Ну что, если бы все эти события происходили со мной не осенью, а, к примеру, в феврале? Наверняка это бы сильно повлияло мое отношение и восприятие всех сезонов, и моим любимым месяцем был бы февраль. То есть, понимаете, все события, которые происходят с нами в жизни, они очень сильно могут влиять на наше восприятие тех или иных мест, вещей, сезонов. Я предлагаю проанализировать свою жизнь и вспомнить. Наверняка у вас есть какие-нибудь такие моменты, к примеру, вы ходите на занятия танцами, и вам это очень нравится, вы туда часто ходите, и ходите с удовольствием. Но, к примеру, на каких-то вечеринках, когда вас приглашают потанцевать, вы говорите, нет, я не хочу танцевать, и это происходит регулярно. Надо подумать, наверняка это не просто так. То есть, возможно, вы ходите на занятия танцами не потому, что вам нравится танцевать, а потому что вас что-то там притягивает, какой-то фактор есть, который заставляет вас ходить на эти занятия. И причем не просто на занятия, а именно на эти. Или с вами случился какой-то неприятный инцидент в кинотеатре, и теперь вы больше не любите ходить в кино. Но не потому, что вам не нравится кинотеатр, не потому, что вам не нравится то кино, на которое вас приглашают, А потому что с вами раньше когда-то случился неприятный инцидент, неприятная ситуация в кинотеатре на сеансе. И поэтому вам больше не нравится туда ходить. То есть некоторые события, некоторые ситуации очень сильно могут повлиять на нашу жизнь и на наш выбор. И я предлагаю проанализировать свою жизнь и найти те моменты, которые заставляют нас изменить свой выбор и иногда принять не совсем правильное решение. Может быть стоит найти, проанализировать и решить как-то эту ситуацию? Ну и что можно сказать в конце? Я думаю, нужно все время анализировать свою жизнь, свои поступки. Потому что иногда подобные ситуации могут оказать как позитивное влияние на нашу жизнь, как у меня с октябрем, но иногда и негативное. Поэтому все время нужно смотреть, анализировать и размышлять, почему мы сделали то или иное решение, приняли тот или иной выбор. В общем, я надеюсь, я понятно объяснил то, что я хотел вам сегодня рассказать. Так что напишите в комментариях, что вы об этом думаете и есть ли у вас такие ситуации, которые очень сильно могут повлиять на вашу жизнь. Или как-то, может быть не особо сильно, но все равно влияют на принятие ваших решений. Ну и спасибо всем за просмотр, надеюсь на ваш лайк. Ну и всем пока! И как мне кажется, в этом видео было очень много посторонних шумов, ветра, играющих детей на заднем фоне. Ну и я надеюсь, мне удалось донести свою мысль и то, что я хотел вам сказать. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!